Первый крестовый поход Беседы блогера Дмитрия Пучкова и историка Клима Жукова всегда интересно смотреть и слушать Но в них есть небольшой недостаток, когда речь идет об исторических событиях В видео мало визуальных планов Порой хочется не только слышать, но и видеть то, что происходило в древней эпохе Я решил разбавить беседу двух интереснейших собеседников изобразительным рядом Чтобы зрителям было интереснее и познавательнее на это смотреть Ссылку на оригинальный ролик я дам в описании Если Дмитрий Юрьевич или Клим Александрович посчитаете это видео неуместным То просьба не подавать жалобу, а написать мне ВКонтакте Ссылка в конце видео По первому же требованию видео будет удалено Добрый день! Добрый! Всем привет! Четвертый крестовый поход! Наш любимый! Самый любимый! Вообще вне конкуренции! Это каждый раз читаешь и душа радуется! Вот вообще! Я страстный любитель Венесауновской республики! Светлейший, тишайший или как? Сирениссимый! Именно через знакомство с историей Венесауновской республики Невеста Адриатики! Да-да-да! Прознал про четвертый крестовый поход, утирал слезы! Настолько все прекрасно! На самом деле четвертый крестовый поход освещен в таком бешеном количестве источников, просто бешеном, что их до сих пор периодически вводят в научный оборот! То есть, ну как? Круг-то, конечно, в основном понятен, но там раз – выплывает какое-нибудь письмо, где тоже сказано про четвертый крестовый поход, но раньше на него внимания не оборачивали, такие «Господи боже мой!» Видишь, как оно! В частности, интернет предоставляет нам массу возможностей, например, можно почитать сборник писем Папы Иннокентия Третьего, главного идеолога четвертого крестового похода, а заодно и некоторых других мероприятий. Я, честно говоря, пока читал, у меня аж как-то глаз местами дергался, потому что такого я даже приблизительно не ожидал. Мне хотелось бы сначала про историографию чуть-чуть, потому что про историографию и вообще история изучения этого феномена, как четвертый крестовый поход. Историография тоже чудовищная, как источники. Каждый, кто вообще начинает с Гиббана, который написал эту многотомную историю крестовых походов, естественно, каждый писал и о четвертом крестовом походе. И мне очень нравится теория, которая из лобового прочтения начального корпуса источников, начиная с Жоффруада Виллордуайна, заканчивая Робером де Клари и анонимной историей, которая называется «Разрушение Константинополя». Как это называется? Девастатио Константинополитана. Угу. Вот лобовое прочтение привело к теории случайностей. То есть, оно случайно... Нечаянно туда запутали. Нечаянно. Ну, просто так случилось. Да. Английский историк Брэдфорд вот написал, что разрушение великой христианской цивилизации воинами христовыми – тема не из поучительных. То есть, не стоит углубляться. Невозможно спорить. Да. Ну и, конечно, потом искали виновных долго, потому что, когда стало ясно, что случайно такое не бывает. И с ребятами не просто получилось. Случайно такого не бывает, а поэтому нужно найти виноватых. Ну и там была венецианская теория, что венецианцы виноваты, папская теория, что папа виноват, германская теория, французская теория. В общем, на мой взгляд, это всё даже если само по себе верно, то нужно рассматривать, конечно, в комплексе, потому что тут невиноватых нет. Потому что виноваты и византийцы даже в том числе. Византийцы там, конечно, пострадавшая сторона, но эта пострадавшая сторона сделала себя таковой путём долгих многолетних усилий. Как косвенных, так и вообще прямых усилий, чтобы с ними что-нибудь плохое сотворили, в конце концов. Крестовый поход номер 4, он замечательен тем, что история его изучения не закрыта до сих пор. Т.е. мы сейчас сделаем некий компендиум того, что есть, возможно, какие-то свои новые, относительно новые мысли высказки, ну, по крайней мере, новые для меня. И это ничего не значит, потому что окончательные точки во всём этом ещё предстоит поставить, потому что явление настолько масштабное и выбивающееся вообще из общего ряда, что изучать и изучать его ещё. Крестовый поход номер 4, он уже начался буквально сразу после Третьего крестового похода, вот не успели вообще закончить Третий крестовый поход, как пришлось заново всё начинать. Потому что, как мы помним, в 1187 году Салах-1 захватил Иерусалим, он сначала разбил крестоносцев в битве при Хаттине, потом захватил Иерусалим, и в общем-то крестоносцы оказались на очень небольшой полоске земли, т.е. вместо вполне представительного государства, точнее государств этой вот Латинской Восточной Империи оказалось несколько городов вдоль побережья. Уже почти как в любимой цитате – если прижмут к реке, никаких гарантий. Вот это к морю, правда. Естественно, их бросились выручать, там участвовали такие замечательные люди, как Филипп 2 Август, Ричард Львиное Сердце, Ричард I – гениальный тактик и абсолютно никакой стратегодипломат, который умудрился выиграть все военные предприятия, которые были в ходе крестового похода, и проиграть весь крестовый поход, т.е. не кончилось это ничем вообще в итоге, потому что вроде бы даже Саладина разбили. Более того, Саладин безостановочно предлагал как-то договориться, потому что Саладину драться со всеми этими прекрасными людьми, ему, конечно, пришлось, но ему не было никакого интереса, у него было в общем чем заняться, потому что он только что сковырнул сковырнул окончательно фатемитский шиитский Египет, объединил его под будущей династией аюбидов, ему нужно было как-то заботиться о сохранении целостности территории, о нормальной передаче власти по феодальному праву своему наследнику, а тут – пожалуйте вам. С одной стороны, конечно, он точно знал, что это будет, потому что уже два раза было, и обязательно будет третий, а с другой стороны, он же в общем-то даже были шансы, что он Иерусалим отдаст, это, конечно, не совсем точно, но шансы конкретные были, но крестоносцы были молодцы, потому что, опять же, Филипп Второй, август, французский, воевал немножко с англичанами, а Ричард Ливиное Сердце – ну да, он был человек очень буйный, очень буйного нрава, их папа на время примирил, отправил их в Христовый поход, они все поехали, но выяснилось, что находиться в одном месте всему этому войску невозможно, потому что, во-первых, его не прокормить – согласно средневековой логистике это было просто очень сложно, фокус… Ну, видимо, возможный только при едином централизованном командовании, его не было – это, во-первых. Во-вторых, французы с англичанами непрерывно дрались, когда я говорю французы, я говорю, и англичане, я говорю поданные французской короной и поданные английской короной, потому что основная масса крестоносцев с английской стороны тоже были французы. Плюс там была масса коллаборационистов, т.е. людей, которые были подданные вассалы французского короля, но выступали прямо за англичан. Это, кстати говоря, скажется во всей истории Четвёртого Крестового похода, через несколько лет буквально. Ну и французы в итоге поехали отдельно, англичане отдельно, но вместо того, чтобы поехать в Святую Землю, они для начала захватили Крит, там обосновались, там Ричард Эдемидное сердце очередной раз не догнала его невеста, у меня такое впечатление, что он не очень хотел жениться. Она за ним гонялась? Да. Ну так просто если посмотреть его путь из Англии к Святой Земле, вот за ним бежала невеста, чтобы просто жениться, выйти замуж, прошу прощения, и всё никак не могла его догнать. Ну и в итоге, наконец, высадились, но все это крестоносные братья зачем-то стало осаждать город Акру, будущий Сен-Жан-Дакр. Зачем? Для меня вообще это загадка, потому что были хорошие крестоносные порты, уже готовые порты, т.е. базы, куда высаживаться, где размещать войска, где принимать корабли, были им не нужна была эта Акра, т.е. это как собаки пятая нога. И, естественно, это Гидал Узиньян, лишившийся Иерусалима, хотел всё-таки себе приобрести какое-то новое территориальное владение, и крестоносов направил им к Акре. Они уж там уперлись, и было вразрез с рыцарской честью отступить, они там сидели два года. Неплохо. В итоге. Т.е. за это время можно было уже обратно Ярусалим забрать, потому что, опять же, повторюсь, базы-то были, а взяв Ярусалим можно было потом уже заняться, ну, например, и Акре тоже. Кто мешал? Неверно расставленный приоритет. Тут всё было в том, что бойцы и контингенты поступали раз согласованно. Они поступали в распоряжение, в отсутствие единого руководства, бывшего Ярусалимского короля, и он их направлял туда, куда ему надо, под Акру. Так как они прибывали по очереди, их там сельджуки лупили в хвост и в гриву, прибывали новых, снова лупили, но в конце концов там, да, приехали большие контингенты, с которыми так с налётом не справишься, конкретно Ричард Доревиное сердце, и, наконец, Филифт Раму тоже добрался. Вопрос сразу. А вот первый раз они там шли через Турцию, через какие-то эти проливы, ещё чего-то, а дальше каким путём следовали? Уже наладили военно-морское сообщение? Конкретно французы и англичане ехали через Италию на корабликах. Там часть, конечно, поступала по суше, но армия должна была именно морским путём выдвигаться. Это было быстрее? Быстрее, но опаснее, конечно. То есть, очень много случайностей. Фактор случайностей включился, причём совершенно невероятный, крадене, счастливый для крестоносцев, потому что третья часть – воинство, которое возглавлял опытнейший и авторитетнейший Фридрих Гогенштауфен Барбаросса, вот они-то шли как раз сухопутным путём. Это в честь него план был, нет? Конечно. Это такой герой всей германской истории. Авторитетнейший император. У него, конечно, не всё гладко было с его правлением, но у кого гладко? Тем более, время это было сложно. То ломбардцы в северной Италии ему по рогам настучат, то наоборот. В целом, конечно, это был харизматичнейший лидер. Действительно была рыжая борода. Никто его не видел из наших. Но раз зовут Барбаросса, почему бы не довериться, наверное, тем более немец. Не вижу ничего необычного в том, что у немца будет рыжая борода. Вот Фридрих Барбаросса, в отличие от всех остальных, пошёл проторенным путём по сусу. Через Венгрию, потом через Византию, потом через Киликийскую Армению, ну и дальше, как положено, в Палестину. Но он, в отличие от всех остальных, во-первых, он настолько здорово организовал всех своих фасалов, но всё-таки это германская империя, их там много. Причём там далеко не только немцы, естественно, там тебе и итальянцы, и часть французов, ну и этнических, я имею в виду, французов. И очень серьёзные силы были собраны, исключительно. При том, что в поход он выступил не как младший коллеги, я имею в виду по феодальному праву младшей коллеги, впрочем, да и по возрасту тоже. Он договорился по всему маршруту следования, о точках остановки войска, о снабжении, заранее заслал денег кому надо, если получалось бесплатно из любви Господу Богу, то так. Ну, в общем, у него весь маршрут был гарантирован с прокормом, с фуржировкой коней, с ремонтом коней, с ремонтом снаряжения и вооружения телег, чего угодно. Всё было подготовлено дипломатически и финансово, весь путь. То есть, у него путь, да, был по суше, то есть, дольше, но он был предельно надёжен, этот путь. То есть, никакие корабли не разобьются, никакой тебя буря не размечет, вези тебя накормят. Была взята клятва, что если кто-то будет по пути исследования мародёрства, то смертная казнь... Неплохо. То есть, какое-то подобие дисциплины. Всех вассалов привёл в Меридиан так, чтобы они не передрались по дороге. И вот вся эта немецкая военщина двинулась к Святой Земле. И если бы вот они дошли все вместе туда, то, конечно, учитывая и англичан, и французов, и немцев, Саладину пришлось бы очень туго. И вообще неизвестно, чем бы всё это кончилось. Потому что, учитывая уровень организации, там бы одни немцы могли шороху навести. Без помощи французов и англичан. Но в Киликийской Армении Фридрих Барбаросса утонул в реке. Вот просто взял и утонул. Как это произошло? Непонятно. То ли купался в реке, то ли выехал навстречу армянским послам, которого на берегу реки встречали. Лошадь его скинула, он упал в реку и утонул. Непонятно. Но факт в том, что он в самом деле утоп. Обалдеть. После чего единственное, что скрепляло всё это войско, исчезло. Тут же все немедленно вспомнили, что у каждого есть ко всем окружающим некие претензии. Ну и все разбежались. Ну да, часть немцев, конечно, дошла. Но именно, что это не это войско, которое было единым кулаком могучим, а какие-то контингенты. И, в общем, единственный самый старший, самый авторитетный. И самое главное по феодальному праву самый старший из всех, т.е. император. Это ж короли оба. Император старше. И, учитывая его авторитет, он мог бы выступать всегда третейским судьей своих буйных младших коллег как-то уговаривать. Вот он исчез. Всё. И после этого уже можно было сказать, что Третий Крестовый поход провалился. И он таки провалился. Потому что, когда под Акру прибыли гонцы Саладина к Ричарду Львиное сердце, сказав, что давайте договариваться, он опять же выкатил нормальное такое предложение, что вы покидаете Иерусалим, отдаёте нам все святые дары, которые вы захватили в Иерусалиме, отпускаете всех пленных и убираетесь из Палестины. Всё. Договорились? Серьёзная заявка, да. Конечно, Саладин сказал, что тут меня просто ребята не поймут, я так не могу, извините. Пожалуйста. Тут переговоры были со стороны крестоносцев подкреплены тем, что у них было около 3000 мусульман в заложниках, в пленных, и после того, как они договорились, их частично перебили, частично продали в рабство. При том, что Саладин-то не обиделся, это удивительно, потому что он был настолько вот подправильный, я бы сказал, такого рыцарского духа правитель, потому что он примерно так и сказал, что ну, ты же мне условия выставил, я их не соблю, поэтому ты, в общем, заложник имел право делать что угодно. Всё по понятиям, да. Более того, даже каким-то уважением к нему проникся, что человек хозяин своего слова дал, слово выполнил, т.е. можно с ним иметь дело. Причём, когда в ходе этого крестового похода Ричард заболел очень серьёзно, мы не знаем чем, то ли дезинтерит, то ли лихорадка, то ли ещё что-то, в общем, от смены климата поплохело ему, и он натурально слёг, это так мило, Саладин ему прислал вина, щербеты и апельсиды, как в больничку сейчас. Отравленную, я бы жрать не стал. Ни в коем случае, Саладин такими штуками не баловался, как собственно говоря и Ричард, они друг друга очень сильно стоили. Это был такой курдский богатур был Саладин, он там вот мечом отоварить, это, пожалуйста, на копьё насадить всегда, отравить нет, ну это ж низко. То же самое Ричард, львиное сердце, который просто всю дорогу сжёг каркадская сатана по военной части, конечно. А его львиное сердце правду говорят, что его засвирепость так звали? А это ж он благородный. Он был в самом деле дико свирепый. Ричард был необузданный, вот когда мы говорили в прошлый раз о религии, формировании религиозных мировоззрений, идеологии, понятий, систем. Вот мы говорили о этом самом необузданном воине-рыцаре, который происходит буквально напрямую от берсеркеров. Так вот, это он и был, потому что вспышки ярости у него были постоянные, после чего он вообще не помнил, что он делал как лично рыцарь. Он был, конечно, велик, потому что с ним связываться, прямо скажем, было очень опасно. Он вообще, вот как только он вошёл в зрелый возраст, он немедленно объявил войну своему папе Гидриху II. Тут же. Ну, правда, конечно, по молодости он немедленно её проиграл. Чтобы батя не расслаблялся. Умудрился выиграть битву при Арсуфе с войсками Саладина, вот теми самыми войсками, которые только что при Хаттине били латинских христианосцев. Кстати говоря, очень опытных людей, которые знали точно, как воюют местные. Вот Саладин умудрился их победить при Хаттине. Из-за грубейших тактических просчётов, которые допустили христианосцы. А вот при Арсуфе Ричард выстроил войска вообще крайне умно. Во-первых, конечно, он был настолько хороший тактик, что он о ужас догадался слушать местных. У него были контингенты, понятно, местных христианосцев, плюс контингенты рыцарей-тамплиеров и госпитальеров, которые знали точно, как воюет местная кавалерия. Он выстроил... Он их послушался, потому что для средних веков это необычно. Мы знаем, как столетия подряд всё заканчивалось тем, что лёгкая степная конница убегала, за ней зачем-то гнались, и там в степи или в пустыне пропадали всё после этого. А нет, он выстроил походную колонну так, что её с каждой стороны прикрывали пехотинца с большими щитами, и за ними шли арбалетчики. Между ними шёл обоз и основная часть конницы. И впереди шёл конный авангард тамплиеров и сзади, а Ричард – тоже конный госпитальеров хорошо бронированный. Когда появлялась лёгкая конница, ну, с обычной целью – пострелять и ускакать. Ну, может погонится, вообще хорошо, а если нет, то кого-нибудь там всё-таки выбьешь. То есть, постоянный беспокоящий огонь. Они оказались против этой подвижной крепости и щитов, ничего не могли сделать. Более того, когда они подъезжали, по ним начинали лупить из арбалетов, который бьёт не дальше, чем лук, но гораздо сильнее. И учитывая то, что, как я уже говорил, пешие стрелки имеют совершенно другое. Куда большее массирование огня на единицу площади, они эту лёгкую конницу очень неудачно отгоняли от себя долгое время. И вот когда дошли до, собственно, этого самого Арсуфа, лёгкая конница Саладина атаковала с тылу, собственно, там, где были госпитальеры, и очень здорово их потрепало, потому что там их не могли прикрыть арбалетчики, пешие. И тогда госпитальеры развернулись и пошли в атаку. И вот в этот момент Ричард как раз проявил себя гениальным именно рыцарским тактиком, когда он раздвинул свою пехоту и прямо вслед за госпитальерами направил основную массу тяжёлой конницы, которая просто опрокинула сельджуков и арабов местных. И Саладин битву вообще в дребезги проиграл. Хитрый. Молодец. Да. Но в силу того, что под Акрой, ну и в ходе всех этих бесконечных походов, была, естественно, во-первых, большая усталость, во-вторых, конечно же, эпидемии, боевые и небоевые потери. Эфери 2 август вдруг куда-то уехал. Конкретно домой, конкретно во Францию. Чтобы его не отлучили от церкви, сообщил, что за подкреплением. А на самом деле. На самом деле он поехал, в силу того, что Ричард остался там, он поехал забирать английские владения на континенте. Потому, что он понял, что тут что-то со всей этой крестодостной романтикой, какая-то ерунда какая-то получается. Денег никаких, можно умереть, и вообще всё плохо. Того, дипломатом, воевать в широком смысле. Гибридная война, как теперь говорят. Дипломатией, подкупом, прямо военной силой. Играя на вассальных противоречиях, потому что там некоторые же были одновременно и вассалы, имели по нескольку сюзеренов некоторые. Нужно было сообщить, что я ваша самая главная сюзерен, потому что другие ваши сюзерены находятся очень далеко, им до вас дела нет. И тут Ричард-то обнаружил, что сейчас он вообще останется без королевства. Я смотрю, там связь-то работала была, была налажена. Нет, ну там через месяц, через два уже понятно было, что филия во Франции занимается чем положено, ну там корабли-то ездили туда-сюда. Утратил всякий стыд уже. Да, и пришёл в разум при этом, утратил стыд и пришёл в разум. Тогда Ричард тоже сказал, что хватит крестоносить, развернулся и поехал обратно. Но он не учёл ровно одного, что во время штурма Алакры вместе с австрийцами приехал австрийский контингент. В частности, рыцарей Леопольда V австрийского вместе с самим Леопольдом. И вот они ворвались на участок стен, не очень понятно конкретно где, но вроде бы в зоне штурма англичан. И когда там прошли англичане, Ричард приказал сорвать его флаг и повесить свой флаг. Что было, конечно, австрийцами воспринято как страшное оскорбление, они затаили. Вы что себе позволяете, да. Ну и когда Ричард доехал до Европы, он высадился непосредственно во владениях этого самого герцога Леопольда австрийского, который его арестовал и посадил в тюрьму на 2 года, где Ричард незамедлительно занялся писанием стихов. Как положено рыцарю, он обязательно должен был писать стихи, и он написал. Кстати, стихи неплохие. Ричард умел. Пляшет, и споет, и порожено дает. В общем, вырвался в конце концов у нас темницы и поехал воевать с французами и собственными вассалами. И в 1199 году от арбалетного болта в плече, дорожает мне кровь и помер. Смотрел художественный фильм Робин и Мэриэн? Да. Где пожилой Шон Конри. Да. Смотри, кровь короля. Отличный. Я там был. Я тебе хвастался, его подстрелили. Да. Старецкие места. Самое, что главное, опять же, это фактор случайности. Вот все эти ребята перессорились немножко рано, чуть-чуть не дожали, потому что как только они уехали, из Святой Земли буквально через пару лет умер Саладин. То есть, опять же, единственный человек, который мог им противостоять, объединяя всё разношерстное братье в единое целое. Потому что сразу после смерти Саладина, да, наследник зашёл на престол, но весь этот халифат затрещал буквально по швам. То есть, нужно было его дожать буквально чуть-чуть. Просто не ссориться друг с другом, но интересно было ссориться. Самое главное, что крестовый поход, уже третий крестовый поход, он имел уже вообще ничем не прикрытые меркантильные интересы среди всех окружающих, как бы они не прикрывались высокими религиозными идеями. Дальше это проявится ещё более ярко, как легко догадаться. Словом, Третий крестовый поход провалился буквально и по объективным, и по субъективным, чисто случайным причинам, но ничего не было решено. И вот в 1198 году на папский престол входит Папа Иннокентий III. В миру граф Лотарио Десенье де Конте. Это был на то время один из самых молодых пап римских, ему было 37 лет во время вошествия на престол. Он был очень образован, потому что он получил два высших образования. В Сорбонне религию изучал, теологию, т.е. был по тем временам доктор теологии, и в Болонье юриспруденцию. Т.е. он, ко всему прочему, был ещё юрист. Это наложило отпечаток. Очень сильно. Потому что вот он и до Шенрика Дандола, о котором речь позже, это, конечно, были самые лучшие крючкотворы вообще во всём регионе. Эва. Ещё неизвестно, кто лучше. Ну, торгаш-то Дандола был, конечно, лучше. Потому что у него было высшее экономическое. А крючкотворил Иннокентий точно не хуже. Да. Причём, что удивительно, он отказывался вступать на папский престол. Ну, уж избрали, пришлось. Это же, в конце концов, не совсем добровольное дело. Потому что, если тебя коллеги кардиналов избирают, отказаться можно, но с большим ущербом. Поэтому, да, он занял папский престол. И он, как многие говорят, был на уровне с папой Григорием VII. Вот тот самый, при котором началась крюнийская реформа. Невозможно сказать на уровне или нет, но однозначно, он совершенно однозначно проводил железно политику папы Григория VII в том, что касалось инвеституры и примата папства над императором. То есть, и вообще религиозная власть над Светской. Вот это он, как и Григорий VII, железно отстаивал совершенно, последовательно и многого добился, прямо скажем. Потому что отношения с светскими властителями были сложные. В частности, с Англией всё время были сложные отношения в этом плане, потому что это остров и далеко. Поэтому английская церковь постоянно находилась под давлением светской власти и, так или иначе, была чуть более независима, чем все остальные. И с венецианцами были проблемы большие, потому что Доже регулярно сообщали своим попам, что делать вы будете то, что говорим мы, а не то, что говорит какой-то там папа. И они могли так сделать, потому что у них было очень много денег. И поэтому местному священству было гораздо выгоднее слушаться Доже, чем папу. Но, конечно, приличие соблюдали, потому что ну как? Что мы все католики? Правильно. Вся эта политика папства не случайна совершенно, потому что она прямо параллельно шла с универсалистскими тенденциями в Европе вообще. Потому что конец XII, начало XIII века – это начало складывание именно государств в полном смысле слова из феодальной раздробленности, которую претерпевала Европа в то время. То есть, конечно, это только начало процесса. То есть, он только оформляться начал. Закончилось всё гораздо позже. Но уже конкретные центростремительные тенденции и по политическим, и по чисто экономическим факторам в Европе уже наметились. А отсюда, конечно, возникла идея универсализма. То есть, я не просто король первой среди равных, а я король первый. У меня равных вообще нет. Слушаться все будут только меня. Ярчайшим представителем во Франции, конечно, являлся Филипп Второй Август. Точно такую же политику проводил и Папа Римский в это время. Потому что единственное, у Папы Римского универсалистская идея была гораздо более хорошо оформлена просто потому, что христианская религия универсалистская. Потому что это же Вселенская церковь. Уже прямо в названии эта идея кроется. Просто теперь появились экономические и политические возможности эту идею осуществить так или иначе. Да, Германская империя в это время... Римская империя. Естественно, не Германская империя, а Римская империя. Римская империя получает титул священный именно в это время. Опять же. Потому что императора коронует Папа, а значит, ну, опосредованно Господь Бог, поэтому, конечно, империя священная. В империи начинаются опять же те самые универсалистские тенденции. И вот как, например, Филипп Август считал себя наследником Карла Великого и говорил, что одного человека довольны, чтобы управлять всем миром. Ну а для того, чтобы утвердить свою супрематию, т.е. однозначное превосходство духовного над светским, нужно было некое объединяющее мероприятие. А уже был отработанный вариант – это был крестовый поход. Т.е. во-первых, та – это совершенно конкретные экономические преференции. Т.е. чем больше городов находится в Святой земле, тем больше торговых связей, прямых, самых удобных. С одной стороны. С другой стороны, когда Папа посылает светских властителей воевать – это же, получается, он их начальник – это просто вполне конкретный прецедент. И сейчас ему сказали, ну подумаешь, все пошли куда-то воевать, потому что Папа попросил. Ну вот попросил, а мы сходили, а может быть и не сходили бы, и что? Но если вы уже в самом деле отправились по велению Папы куда-то – это прецедент, а средневековое право во многом было именно прецедентным. Потому что если один раз такое случилось, значит, во всех аналогичных случаях оно будет происходить именно так в дальнейшем. И повод-то был налицо, потому что только что провалился Третье Христово поход – Иерусалим находится в руках мусульман. И вот именно в это время-то уже мусульмане начинают смотреть на христиан, которые там жили, косо, и иногда непросто смотреть, как это и почему происходило, мы описывали в прошлое наши беседы, говоря о первом крестовом походе и о религиозных воззрениях крестодосного мира и крестодосной эпохи. Нужен новый поход – отбивать Иерусалим. И Папа отправляет посланников и во Францию, и в Германию, и в Англию, и в Венгрию, и даже в Византию. Потому что византийцы, какие бы ни были мерзкие эскизматики, но всё равно за них христиане. И они ближе всех живут, поэтому нужно было, чтобы они помогли. И деньги у них есть. Да. Кстати, Папе не помешало совершенно то, что византийцы во время Третьего крестового похода были в прямом союзе с Владимом. Ну, потому что я очень хорошо понимаю византийцев. Ну, ладно, вы один раз, в том числе и по нашей просьбе, по византийской, от Алексея Первого Комнина, сходили вы в Святую Землю, но мы вас один раз позвали, больше мы вас не звали. А они всё ходят и ходят. Лезут и лезут. Лезут туда-сюда, туда-сюда, и ещё какие-то там интриги плетут в своих этих латинских государствах. Ну, в общем, беспокойное соседство. Ну, а Саладин это человек, который там явно оставался надолго. Это сосед. Поэтому византийцы предпочли именно с ним дружить, а не с крижановцами. В общем, где-то около августа-сентября 1198 года начинается массовая агитация за поход в Святую Землю. И папа как-то очень бодро взялся за организацию всего этого мероприятия, потому что даже уже конкретные сроки выставлялись. То есть, где-то к марту 1199 года войско должно быть собрано. Вот он аж сроки уже устанавливал, чувствуя себя, видимо, в силах. Иннокентий словами-то не отделался, потому что были конкретно предприняты и политические, и экономические шаги. Во-первых, по всем католическим церквям была разослана энциклика, что прилаты должны строго требовать со всех кафедр и амвонов участия всех католиков в этом мероприятии и строго следить за Божьим миром. Объявлялся, конечно, Божий мир, потому что на время Грестового похода в Европе не могло быть никаких войн. Как-то говорил Иннокентий III, угрожая интердикта, то есть, отлучением властью, которую Бог даровал нам, хоть и недостойным, вязать и решать. Конечно, было объявлено традиционно, это традиционное мероприятие, о полном отпущении грехов всем участникам паломничества военного. Как это было сказано, спасения удостоятся те, которые приняли не личное участие, но на свой счёт и сообразно своему имуществу поставили надлежащих воинов, так и те, которые хотя и на чужой счёт, но лично отправились в поход. То есть, ты мог отправиться в поход не лично, а выставив просто войско. Что, кстати говоря, разумно, потому что на кой ты там нужен сам-то, если ты можешь выставить 50 тысяч человек? То есть, от тебя от одного там пусть идут. Наоборот, хорошо, то что ты их всю жизнь останешься дома, значит, они поступят под единое командование, это удобнее гораздо. И, что важно, финансовая сторона предприятия была организована так, что в 1199 году была введена подать в одну сороковую доходов всех церковных владений, специально на крестовый поход. Конечно, в первую очередь цистерцианцы сказали, что «что? Это же божье дело, пускай сами едут! Какие деньги?» Название цистерцианцы – оно цистерны или крестят, или что? Нет. А что? Это когда про ордена будем говорить, я всё расскажу. Следующий, там мы сейчас зароемся, а то… То есть, отказались участвовать. Тогда папа пошёл на небывалый шаг, он от собственных доходов первый дал одну сороковую часть, чтобы показать личный пример. Ну, после этого пришлось всем соответствовать, куда деваться. Куда деваться? Ну, французы очень долго не раскошеливались, но всё равно все раскошелились. А, да, прошу прощения, папа отдал не одну сороковую, папа отдал десятую часть вообще, т.е. больше всех сам лично внёс. И вот тут-то, конечно, всем пришлось тоже раскошеливаться, и что важно цистерцианцев, чтобы как-то утихомирить, именно в одном из их монастырей в Италии хранилась вся крестоносная казна. Общак. Общак, да, именно туда свозили, что это мы вам доверяем. Во Франции Иннокентий Третий попытался прекратить войну между Филиппом 2 Августом и Ричардом 1 Плантагенетом «Львиное сердце». Для этого отправили туда кардинала Петра Капуанского. Правда, конкретно вот в этой точке его миссия провалилась, потому что развести французов и англичан оказалось невозможно, хотя бы попытались. Тут же выставили религиозного фанатика очередного типа Петра Пустынника, который принялся экзальтированно читать проповеди везде. Ну, чисто, как юродивый. Это очень нравилось всей публике, потому что, ох, смотри... Как штырит-то чувака. Да, явно ненормальный. То есть, видимо, это им Бог говорит. Отдельно кардинал Сафредо прибыл в Венецию для того, чтобы уговорить венецианцев предоставить флот для переправки всего войска по некому адресу, потому что всем было понятно, что кроме Венеции такой флот собрать никто не может. Могли ещё Генуя с Пизой. У них тоже были флоты, ну, видимо, слабее, чем венецианский, но и Генуя и Пиза вместе могли предоставить очень серьёзный флот. Но Генуя и Пиза воевали в это время. Друг с другом. Да. Их никак было не растащить. В первую очередь война была торговая. И у них были серьёзные убытки и в ту и в другую сторону, поэтому на них рассчитывать не приходилось. Оставались только венецианцы. Всё-таки с Венецией не сравниться. Всё-таки они друг друга здорово ослабили. Венеция, в конце концов, практически у всех, кроме Гены, выиграла эту торговую войну на море. В Германии в это время было всё очень неспокойно, потому что, да, универсалистские тенденции есть, но всё-таки должен на этих универсалистских тенденциях оказаться кто-то один наверху. И вполне естественно сцепились две династии – Штауфенов и Вельфов. В 1198 году конкретно были выдвинуты две кандидатуры на престол. Это младший сын Фридрика Барбаросса Филипп Швабский – Гохенштауфен. И, с другой стороны, Вельфы выдвинули Атона Брауншвейского. Борьба была... Атон Брауншвейский-то он просто приходился по материнской линии племянникам Ричарда Львинового сердца. И они выступали заодно фактически с англичанами. Поэтому у них была довольно серьёзная поддержка. И Атона решили выдвинуть в императоры. Сцепились страшно совершенно. И папа как раз вот и вклинился и предложил всем немецким князьям прекратить на время раздор, после чего Иннокентий III, когда всё закончится, он их помирит как надо. Никто не будет обиженным. Ну тут, конечно, нужно сказать, что апостольский престол в основном пытался эту самую политическую распорю привести к выгоде Рима. Потому что, опять же, если он умудрится помирить 2 династии Гогенштауфенов и Вельфов, и дальше он будет тритейским судьёй уже во всех европейских имперских делах. Впрочем, конечно, в Германии у него тоже ничего не получилось. Забегая вперёд, нужно сказать, что борьба между Филиппом и Атоном разгорелась такая, что ни Филипп, ни Атон в Хрестовый поход не пошли. Не до этого был. Да. Контингенты, правда, из Германии отправились. И, конечно, третье направление политики – это византийское. В Византии, потому что всё было исключительно не здорово. Во-первых, империя достигла как феодальное образование, которое было, наверное, старше всех в Европе, как единое государство, оно достигло своего предела. Оно не могло больше развиваться на основании феодальных экономических отношений. А раз оно не могло развиваться, ну просто наступил экономический кризис. И по факту каждая территория империи – это было полу-независимое нечто, которое, конечно, управлялось из Константинополя. Но там прям крупными буквами было написано у каждого на лбу «хватит кормить Царьград». Потому что было решительно непонятно, а зачем им налоги туда отсылаем? А почему? Да потому что ровно в это время в Царьграде правил некто Алексей Третий Комнин, который буквально только что своего брата, прошу прощения, Алексей Третий, который своего брата Исаака, ангела, ослепил и заключил в темницу. А сын Исаака, Алексей IV будущий, умудрился сбежать. Правда, точно неизвестно когда, но да, он остался, во-первых, с глазами, во-вторых, умел сбежать из Византии и прибежать в Германию, потому что Филипп Швабский был женат на его сестре. А Иннокентий III Алексею Третьему предложил в одностороннем порядке поучаствовать в крестоносном мероприятии, просто потому что, во-первых, мы все христиане, а вы уже очень давно не помогали крестоносцам, это неправильно. И за этим вполне благочестивым предложением докрылось ровно одно – что у меня тут наследник престола. Мы можем помочь ему вернуться обратно. И, естественно, в послании, точнее, в посланиях папа конкретно поднимал вопрос церковной унии. Это уже очередной раз. Папский престол стремился восстановить единство христианской церкви, естественно, с собой во главе. То есть, церковная уния именно тогда была оформлена в том виде, что у вас полностью сохраняется обрядовая часть, какая хотите. Формулы кредо, то есть символы веры, опять же, какие хотите. Чтобы полное самоуправлять, выбирайте патриархов, митрополитов. Но у вас у всех будет ровно один начальник – это папа. То есть, это через церковную линию сделать было нереально. А вот по императорской линии можно было попытаться. И мы видим уже в 1198 году в посланиях Иннокентия есть, во-первых, очень плохо скрываемые угрозы в адресе византийского императора, что мы сейчас вам вернём законного, если вы не поёте на унию. То есть, конкретно цель похода начала вырисовываться уже в это время. Потому что кто будет идти в Византию – сразу вопрос. У папы нет армии. Конкретно, например, Филипп Швабский своему родственнику армии тоже предоставить не сможет, потому что у него с Атоном Брауншвейгским феодальная расприя. Но собрав христосовское войско, у папы будет очень серьёзные силы, которые смогут в самом деле посадить Алексея IV на престол, если Алексей III не согласится. Тут, конечно, всё осложнено в анализе и производстве выводов тем, что, естественно, ни в одном письме папы ни в одной его энциклике прямым текстом не сказано про этого, вообще не сказано. Но если мы посмотрим в комплексе, всё последующее и конкретные предложения, которые выдвигались в конце XII века, в общем, делается понятно, что возможность рассматривалась. Потому что, опять же, повторюсь, чисто из принципа бритвы Оккома – кто пойдёт в Византию исполнять папские угрозы. Да только крестоносцы. Больше просто некому. Впрочем, Алексей III полностью отклонил домогательство папского престола и в феврале 1199 года выдвинул встречные предложения, которые подкрепил обвинениями в адрес папской курии. Потому что речь-то вся была о том, что он вторгается в суверенные дела независимого государства. Это во-первых. Во-вторых, об этом будем говорить дальше. Постоянно слабеющая финансовая с точки зрения Византии предоставляла европейским торговцам фактории концессии и торговые привилегии. Таким образом, Европа активно вмешивалась, опять же, с финансовой точки зрения внутрь Византийской империи. И византийцы считали, что уж этими-то привилегиями мы с вами полностью рассчитались. Что вы там с этими деньгами будете делать дальше – это вообще никого не касается. Занимайтесь, как хотите. То есть, мы видим уже вполне конкретный антагонизм, который возник в большой Европе. Вот это с одной стороны Византия, с другой стороны папский престол. Ну и, конечно, тут должны были присоединиться какие-то ещё силы. Они, конечно, присоединились, потому что, если денежными средствами церковная курия как-то крестодовскую затею Папы Римского поддерживала, как-то, я говорю, плохо. То есть, потому что деньги собирались, да, но собирались медленно. Более того, они собирались настолько медленно, что это видели все окружающие феодалы, и они не спешили в поход, потому что вот мы уже дошли до 1199 года, марш давно прошёл, а даже намёка не было, что войско собирается. Тем не менее, в проповедях недостатка не было, и именно идеологическое оформление будущей войны было на должном уровне, потому что проповеди Самвонов, как и приказал Папа, неслись постоянно, но в конце концов это же бесплатно. Вот упомянутый мною Фульк из Нейи, это французский город на реке Марн, как раз новый Пётр Пустынник. Как говорят, он за 4 года с 1198 по 1202 год, то есть, буквально до самой своей смерти он умудрился заставить принят крест 200 тысяч человек. Ну, это, конечно, мягко говоря... Очень активное. Мягко говоря, преувеличение, но, естественно, преувеличение просто говорит о том, что он размах деятельности организовал немало, то есть, был очень активный и говорливый. Как писал о нём охранист, Фульк хорошо знал, кого и в какое время он мог и должен был исцелять, потому что Фульк, естественно, занялся немедленно чудотворением, но охранист намекает на то, что это всё была инсценировка под прямым текстом. Конечно, усилия не могли пропасть даром, потому что все эти люди были по-настоящему проникнуты религиозным мировоззрением. Как это оформлялось конкретно, мы говорили в прошлый раз, но, вроде бы, трескотня, она не должна была возыметь эффекта. Нет. Пиар, если его проводить последовательно, грамотно и долго, он рано или поздно эффект обязательно возымеет. И он, естественно, возымел и в данном случае. Хотя, конечно, откровенно говоря, не тот, на который рассчитывал Папа Римский, потому что некоторые сеньоры не королевского уровня начинали откликаться на крестодосный призыв, потому что они вдруг увидели, что в этом есть конкретная выгода. Государи, начиная с Филиппа 2 августа, начали отказываться один с другим уже официально от крестодосного мероприятия. Например, вот Ричард Первый, который успел всё-таки год заставить, даже немножко больше, до своей смерти конкретную агитацию, он, согласно хронисту Геральду Камбрезийскому, в ответ на призывы Фулька сказал бы примерно следующее. Ты советуешь мне отречься от трёх моих дочерей. Гордыни, жадности и распутство. Ну что же, я отдаю их более достойным. Мою гордыню тамплиерам, жадность, цистерцианство, а распутство всем остальным попам. Распутство очень важно, да. Филипп 2 августа, который просто чудо-многие унёс, так красиво не говорил, он просто никуда не поехал. Но, тем не менее, как мы знаем, ещё из истории Первого крестового похода поднять, например, Францию на крестовый поход можно было отлично и без короля. Чем мы занялись? В шампанском замке Эк-Ри на реке Эн-Варденах состоялся турнир, который, говорят, частично оплатил лично римский паб, который вообще должен был бы быть категорическим противником всех турниров. Бестовских игр. Но это такое место, куда собирается много народу повеселиться. Турнир – это не спортивное мероприятие, а это в первую очередь, конечно, дипломатическое мероприятие, потому что масса людей в одном месте упивают, закусывают, живут по соседству, просто можно легко всех увидеть. Не нужно мотаться по всей Европе, ты будешь просто в пределах одного турнирового лагеря, максимум одного города можно с квартиры на квартиру поездить. И вот тут-то, что-то внезапно, французская знать начинает массово принимать крестоносный обед. С ноябрьского турнира начинается настоящая крестоносная лихорадка, причём откликаются на призыв в основном молодые люди, молодые сеньоры. Т.е. там, если посмотреть на возрастной состав, там, 22-30 лет, где-то вот так вот. Не все, конечно. Но масса людей именно вот таких. В те времена-то это было уже взрослый человек? Не, ну конечно взрослый, но всё равно это не 60 и не 50, потому что, например, Филипп II был бы постарше их всех. Ну не всех, конечно, большинства. Вот один из вождей будущего похода и пикардийский рядовой рыцарь Роберт де Клари в своих завоеваниях Константинополя перечисляют имена массы, как они говорят, высоких баронов. Это значит Тибо III Шампанский, его двоюродный брат Луи де Блуа, Симон де Монфор, о котором мы скоро поговорим, рассуждая об Эльбегойских крестовых походах. И, как говорит Роберт де Клари, там было ещё столько других, что мы не могли бы поименовать вам всех рыцарей смелых и доблестных. У крестозёсного порыва французских сеньоров были вполне материальные причины, потому что, вот я ещё только что перечислил эти имена, почти все они это были коллаборационисты, которые участвовали на стороне Ричарда Длинное Сердце в войне против Филиппа II, а теперь Ричард помер, и английская коалиция стала встречать по швам. А значит, им пришлось бы остаться один на один с королём Франции, который неминуемо зная Филиппа II припомнил бы каждому, что он там делал в своё время. Это никому не улыбалось. А вот как только они оказываются в состоянии крестового похода, король им ничего не может сделать. Ну, по крайней мере, не идя, как теперь говорится, на беспредел, потому что сразу бы последовало папское отлучение. Правда, Филиппа II всё равно отлучили, что, в общем, его не сильно расстроило. Как отлучили, так и потом обратно залучили. Прилучили. Да. По этому поводу в хронике Эно, ну, это гени Гао, Бельгия, совещаясь с современной Бельгии, написано так. Бодуэн, граф Фландрии и Эно, печалясь о смерти короля Ричарда и опасаясь козни французского короля, взял крест со многими баронами, чтобы уйти из-под его власти и избежать войны с ним. То есть, все просто боялись, что короля начнёт их уплодить не отнимать. У него были возможности, благо теперь Иоанн Безземельный, сменивший Ричарда ливидное сердце на ответственном английском посту. Это был король немножко другого склада. Он так здорово и воевать не умел. Ричарда просто боялись. Все боялись, потому что было решительно непонятно, а что он сейчас отчебучит. Ничего с ним делать. Да. Если уж возьмётся воевать, то это добром не кончится. Даже если ты его победишь, добром это не кончится. Вот, например, Робер де Клари, это тот самый пикардийский рыцарь, он шёл в поход, естественно, не сам, а в войске своего синьора Пьера Амьенского, и он прямо пишет в завоевании Константинополя, что он шёл в поход, чтобы завладеть землёй. То есть, в общем, тут не было никаких особых иллюзий. То есть, мы видим, что объективные универсалистские тенденции, в конце концов, приведшие к созданию более-менее централизованных, а потом и прямо централизованных государств, это тенденции, прежде всего, экономические. Они объективные. Вот эти объективные тенденции начисто уже к началу XIII века смели весь религиозный флёр со всех этих мероприятий. Хотя, конечно, риторика-то осталась, но даже рядовой рыцарь, который был бы 100 лет назад полностью проникшен мистикой крестоносного мероприятия, уже точно знал, зачем он идёт. Они знали, конечно, что за землёй идут и в первом грестовом походе, но риторика эта с конкретным делом не разделялась. Тут всё-таки, учитывая, что даже хронисты перед даже королем Ричард Лимидное Сердце просто прямым текстом заявляют, что чудеса ваши – инсценировка, попы ваши – распутные, церцарстанцы, жадные, тамплиеры, гордыни обуянные. А воевать мы пойдём. Зачем? Так потому, что там можно награбить. То есть, универсалистские объективные тенденции уже тогда начинали вполне конкретно преобладать над религиозной риторикой, которая просто превратилась в некое удобоваримое для окружающих оправдание. Ну, и, конечно, тут же нельзя не вспомнить о самом главном экономическом игроке в регионе, про Венецию, которая была кровным образом заинтересована как в адриатической, так и в ливантийской торговле. Где-то к лету 1200 года во Франции собирается ополчение крестоносное. Где-то, по разным оценкам, собралось до 150 сеньоров разного достоинства. Ну, от баронов самых низких, до герцогов самых знатных. Почему-то принято считать, в частности, великий наш следователь советских листовых походов-заборов считает, что в каждом отряде было 80-100 рыцарей. Почему? Не готов ответить. Почему 80-100? Почему не 8-10? Почему не 8-1000? То есть, это посчитать невозможно, Саша, насколько конкретно было. А сведения ниоткуда не брал, такого нет, да. Это какая-то такая общая прикидка, экстраполяция, оно никак, совершенно ни на чём не основано. Тут нужно поднимать финансовые документы, которые, может быть, с начала XIII века хотя бы частично в каких-то архивах сохранились. Дальше немножко, когда мы будем говорить о реальной численности – вот там будут конкретные цифры более-менее. Тут пока их нету. Джефруа де Вилардуэн пишет, что собирались сначала в Суассоне, потом в Кампьене на совещании, сам Вилардуэн присутствовал на данных мероприятиях. И тут-то, конечно, было самое главное что – выбрать предводителя. И предводителем выбирают одного из самых молодых сеньоров Тибо Третьего Шампанского. Он был 22 года. Зачем? Он должен был возглавить хрестоносное войско. А потому что Тибо Третий Шампанский, во-первых, он был сыном Марии Французской. А Мария Французская – это была сестра единоутробная Ричарда Львиное Сердце и единокровная сестра Филиппа 2 августа. То есть, от Элеонора Квитанской, от мамы Ричарда Львиное Сердце, которая много раз выскакивала замуж и имела очень бурную жизнь, так это опишем. Поэтому вот он был брат Ричарда Львиное Сердце, то есть, таким образом, племянник Ивану Безземельному. То есть, одновременно получается племянник действующего английского короля, таким образом он прямой родственник, тоже получается племянник по матери французского короля, плюс он ко всему прочему замужем за наваррские принцессы, ещё ко всему прочему, если испанцы пойдут в поход, женат, прошу прощения, да, женат на наваррской принцессе, если испанцы пойдут в поход, он им тоже будет авторитетен. При этом он достаточно молод, чтобы им могли управлять старшие товарищи из подволя, и достаточно по феодальному рангу имеет хорошие связи, чтобы объединить всех, кто там присутствует. И потом всё-таки, извините, это герцог, не герцог, это граф, это серьёзная должность. И вот в 1201 году начинаются активные переговоры с Венецией касательно предоставления флота. Венецией в это время, а конкретно с 1192 года управляет дождь Энрико Дандоло, который взошёл на данный пост, когда ему было больше 80 лет. Дедушка уже. То есть, он был, во-первых, а дедушка, б, чего он только не видал, прямо скажем, был наполовину слепой к тому времени. Есть легенды какие-то, что когда он ещё был молодой, византийцы, пока он находился в Константинополе, ловко направили отполированным параболическим зеркалом солнечный луч ему в глаза и ослепили. Мегазайца пустили. Да, пустили ему мегазайца. Другие говорят, что ему каким-то куском раскалённого стекла глаза повредили. Но сам Энрико Дандоло писал, что он в драке получил серьёзный удар по голове и с возрастом стал сказываться. И вот этот очень опытный такой вот муж заседания, он наконец согласился предоставить крестоносцам флот. Естественно, за денежное вознаграждение, а не просто так. Не будете вы тут кататься туда-сюда. Это было ответственнейшее мероприятие вообще во всей истории крестового похода. И одна... Нет, не одна, ну да, наверное, одна из важнейших причин, почему крестоносцы не оказались в Иерусалиме, а оказались совсем даже в Константинополе в итоге. Чтобы понять, как это вообще произошло, нужно чуть-чуть углубиться вообще в историю невесты Адриатики. Понятно, что с конца 11 века Венеция долгое время была прямым владением Византии, освободилась от этого и с 11 века в силу удобного приморского расположения играла важнейшую роль во всей ливантийской торговле. Ну и, естественно, уже в Адриатической торговле. Генуя и Пиза, ещё одни морские республики, выступали постоянными конкурентами. Причём с Генуей-то они хлистались там до 15 века включительно. И в силу того, что да, венецианцы долгое время были прямыми вассалами, ну как, даже не вассалами, а просто прямым владением Византии, у них с Византией были налаженные связи. Причём налаженные как? Ну, потому что это было одно государство. А это значит, что торговые фактории были как в Венеции, так и в Византии, естественно, в первую очередь в Константинополе. Венецианцы там просто прописали с 11 века на постоянной основе. Разумно. Нет, ну а как? По-другому быть не могло. Это же одно государство, поэтому копцы из одной части государства в другую часть государства постоянно мотаются. Я убеждён, что там некоторые венецианцы просто рождались и умирали в Константинополе, будучи при этом гражданами Венецианской Республике Святого Марка. Уже к началу 12 века византийцы, конечно, просто называли их морскими разбойниками, в частности хронисты. Евстафий и Солунский прямо их называют пиратами, потому что уже связь с Византией была простой формальности, но, тем не менее, торговые связи оставались. И так как Византия неуклонно слабела, то венецианцы получали всё больше и больше торговые привилегии, в том числе расставщические привилегии они получали в Константинополе, что, конечно, страшно раздражало в первую очередь императоров, которые видели, сколько денег уплывает мимо. В 1771 году Мануил Комнин распорядился арестовать все венецианские активы в Византии и тех, кто попытается сопротивляться, арестовать уже физически. Если будут сильно сопротивляться – казнить. Кое-кого и казнили, арестовали, в самом деле. И, как написано, что уж денег-то точно лишились все. До этого, в 1132 году, против венецианцев был поднят мятеж со стороны народа, просто потому что они опять же задолбали всех так, что их просто начали резать, и перерезали там немало. То есть, там у них были глубокие отношения с византийцами, давние, и глубокие у венецианцев, я имею в виду. Только к началу 80-х годов 12 века вообще венецианцы смогли вернуться в Грецию по-большому, вообще на Балкан, их стали снова пускать. Почему? Потому что флот у византийского императора к тому времени из-за отсутствия денег был очень слабый, а венецианцы могли этот флот предоставить как торговый, так и военный, так и транспортный. И Византия обязана была возместить убытки, которые венецианцы принесли в 1132-1171 годах. И да, она начала их возмещать. Правда, к началу 4-го крестового похода они оставались должны ни много ни мало – 60 килограмм золота ещё. То есть, выплатили далеко не всё. А помимо, собственно, даже не финансовых, а просто должностных, вот этих вот долговых кредитных обязательств были другие моменты между Византией и Венецией. Просто потому, что византийцы, точно зная, кто главный враг в Италии, у Венеции, а конкретно Пицца и Генуа принимались поддерживать их и предоставлять привилеги уже не венецианцам, а генуэзцам и пизанцам на своей территории. Удар ниже пояса. Причём, вот да, Византия вроде бы нормализовала отношения с венецианцами, да, она выплачивает им долг с процентами за нанесённый ущерб, но при этом рядом с венецианскими факториями появляются генуэзские и пизанские фактории, которые вступают в конкуренцию, которую раньше венецианцы вообще не знали. То есть, начинают рушить монополию. Да. И тут в 1182 году новое восстание. То есть, это не император что-то приказал, а местное знать, местное купечество в первую очередь, которые несли убытки от засилий венецианцев, начинают то, что называется теперь Константинопольская баня. То есть, была спровоцирована драка, в которой участвовали то ли сами венецианские купцы, то ли их охрана, кого-то, естественно, убили. После чего плебс по команде Константинопольской поднялся и снова принялся резать венецианцев и громить лавки. Естественно, отношения начинали всё более и более накаляться. То есть, византийцы, во-первых, постоянно были должны денег император за своих буйных подданных. При этом он нарушает монополию, уже привычную, которую венецианцы считали своей, вообще навсегда. И, конечно, как мы видим в первом, втором крестовом походах венецианцы принимали участие крайне ограниченную, как государству они в этом задействованы вообще не были. Какие-то частные корабли, частные подрядчики ходили, но республика Святого Марка в этом участие не принимала. А вот Генуи и Пиза, как мы помним, принимали самое непосредственное участие. И, конечно, с одной стороны, венецианцы пока и те, и другие были отвлечены в Святой Земле, по крайней мере, частью силы и ресурсов, могли завоевать непосредственно в итальянской сфере расселения гораздо большую роль, но чем больше пизанцы и геноидцы получали привилегий на той стороне Средиземного моря, тем больше дохода они начинают получать, т.е. нужно было как-как срочно включаться в крестоносное движение или всё пропадёт. Поэтому венецианская как купеческая, так и политическая – это, в общем, одно и то же верхушка – начали вполне откровенно вынашивать замыслы, если не оседлать, то, по крайней мере, как-то поучаствовать в движении крестового похода. И вот к 1201 году вот этот вот премудрый доблестный муж Анрика Дандолу заключает вот тот самый договор с крестоносцами. Договор был заключён невероятно круто, потому что, посчитав, сколько собирается людей на предприятии, а собиралось их просто невероятное количество – 33 500 человек, из них 4,5 тысячи только рыцарей и 4,5 тысячи рыцарских коней. Вот это всё венецианцы должны были перевести. Так как Дошедрика Дандолу был торговец, в первую очередь он, естественно, посчитал, сколько он получит с каждого денег. Столько-то денег с коня, столько-то денег с рыцаря, столько-то с оруженосца. И вот когда всё это вместе сложили, оказалось, что крестоносцы подписали контракт на 85 тысяч серебряных марок. Марка – это 20 шиллингов, шиллинг – 12 пенсов. Это где-то 1,7 грамм серебра, т.е. если всё вместе сложить, получается 34 тонны 680 кг. Неплохо зарядили. Ну а что, вас везти? Бесплатно, что ли? Да, конечно. Кататься будете, да. Конечно. Дош постановил, что из любви к Богу, т.е. бесплатно, в поход будет выставлено 50 венецианских боевых галер с полными экипажами, т.е. к крестоносцам в плюс. Вот, но около 200 с лишним кораблей должны были везти войска. Вот такая вот сумма денег должна была быть уплачена. Т.е. с одной стороны, должен был поучаствовать в этом папа римский, который прямо собирал деньги на рестовый поход, а, естественно, светские властители, которые должны были уплатить часть денег за данное предприятие. Вот какие же все эти рыцари были лопухи, в отличие от Дондолы. Мне кажется, ты упустил важный момент, что их уже завезли в Венецию. Нет-нет-нет, ещё не завезли, это 1201 год. Так-так. Это до всего, что их завезли в Венецию. Значит, я неправильно помню. Нет-нет-нет, это за год до. Причём, эти вот недалиновидные люди, они прямо выдали Дондолу все свои планы. Что они будут делать? Во-первых, они подписались за 33 500 человек. Во-вторых, они сообщили, что будут атаковать Египет, т.е. нужно было захватить Александрию и потом, базируясь на Александрию, работать дальше в сторону Иерусалима. Кстати, опять же, зачем им удалась эта Александрия, я не знаю. У них уже была Акра, у них уже было Триполи. Высаживайтесь там. Ну, вот что это? Ну, потому что каждый, естественно, хотел, высадившись, сразу себе землю получить. То, что ещё не поделено между конкретными феодалами в Святой Земле. Но, тем не менее, Дондолу как узнал, что они в Египет собираются, так что-то приуныл. Немедленно. Потому что это торговый партнёр. Венецианцам это был, вернее, что он торговый партнёр, потому что они, с одной стороны, отвозили крестьяносцев в Святую Землю, а с другой стороны, египтянам продавали оружие. И прекрасно себя чувствуют. То есть, с этих денег. Как всё круто. А из Египта, конечно, вывозили продовольствие. Там, со времён Римской империи, с этим делом был полный порядок. Вот. А тут они сейчас приедут, и что? Как минимум во время войны мы не сможем продавать, вот теперь-то уж точно мы не сможем продавать египтянам оружие. Как так? Всё порушат, поломают. Поэтому вот тут-то, конечно, я думаю, что Дождь немножко приуныл, но человек был деятельный, поэтому своё уныние в подвиг обратил. Потому что, естественно, он точно знал, что 33 тысячи пятого человека никогда не приедет. Потому что тут-то вот кто когда-нибудь собирал друзей на дачу, там больше двух человек, скажем, 10 человек, вот вы знаете, как сложно их всех организовать, потому что обязательно кто-то не сможет, обязательно кто-то скажет, нет, я поеду сам, и бог его знает, он или сам приедет, или вообще не приедет. А когда ты закупаешь на всех еду, например, в магазине, так получается, что тот, кто закупает, он на всех потратится, а потом половина не приедет, или приедет, но забудет принести деньги. Ну, так всегда бывает. А вот вы представляете, организовать 33 тысячи пятого человек на дачу поехать в Святую Землю. Естественно, часть людей, которые не будучи вполне себе нормальными феодальными сеньорами, но не представленные посольствами у венецианцев, они сообщили, что мы не собираемся с венецианцами, мы сами. Потом, например, кто-то не захотел ехать в Египет и говорит, что зачем мы будем ехать в Египет, мы знаем, зачем вы доедете, чтобы вот вам конкретно, товарищ Тибо Шампанский, завоевать Александрию, сам завоёвывай, а мы вот в Акре высадимся и поможем просто нам так. И поэтому вся эта констерностная братья начала сдуваться. И, естественно, как только они оказались уже с подписанным контрактом, они должны были 85 тысяч марок, вне зависимости от того, сколько их приедет. Но приехало-то их серьёзно меньше, а значит, они не смогли потянуть всю сумму. А приехала их, мобилизация происходила на острове Лидо около Венеции, их туда приехало по максимальным оценкам 11 600 человек, вместе со всей пехотой, с обслугой, с рыцарями. Ну да, почти из 34 тысяч человек вот приехала треть. Естественно, сеньоры, даже будучи очень богатыми сеньорами, не могли позволить себе расплатиться за 33 тысячи человек. Т.е. они сразу по контракту оказались венецианцам серьёзнейшим образом должны. Т.е. их Эндрико Дандоло подвёл под обязательства... Молодец. Вообще... Очень интересно посчитать, что 4,5 тысячи рыцарей, 9 тысяч оруженосцев, 20 тысяч пехотинцев и про корм их в течение 9 месяцев, это если посчитать нормальную цену перевозки, которую затрачивали венецианцы на перевозку одного человека одной лошади, это получается... Да, большая сумма – 70 тысяч марок. 85 тысяч – это примерно на 20% больше, что составляет обычную торговую наценку для судовладельцев и купцов Венеции того времени. Вот просто видно, что он же так, как все знали примерно их наценку... Не от фонаря зарядил от фонаря. Нет, все знали эти наценки, поэтому подвох это не учуяли. И всё и подписались подо всем этим. Тут, конечно, всё осложнилось тем, что 22-летний Тибо Шампанский умер от болезни. Т.е. он... Вот единственный человек, который мог бы конкретно соединить всё это мероприятие, он просто перестал существовать физически. Вместо него был выбран такой очень испытанный пожилой воин – маркиз Понифаций Монферратский из Северной Италии. Ему было, по-моему, 54 года в это время. Т.е. в отличие от Тибо это, в общем, был совсем не пацан уже, совсем не пацан. Но, тем не менее, он не имел такого феодального статуса, какой имел Тибо. Поэтому, вот я говорю, часть людей ещё и поэтому на остров Ридо просто не приехала. Остров Ридо, кто не в курсе, это стоять длинная полоса перед выходом из лагуны. Там сейчас венецианский кинофестиваль проводят. Да. А раньше крестоносный фестиваль проводили. Да. Фестивалили совсем другие люди. Кино там, правда, не показывали. Преселились как-то по-другому. Что, опять же, характерно – венецианцы молодцы. Они не просто подвели крестоносцев под обязательства, но ещё и поставили чёткие хронологические рамки, когда они будут платить. А конкретно вся сумма должна была быть выплачена не позднее апреля 1202 года. Т.е. вскочить уже было вообще невозможно. Ты чувствуешь, как над Константинополем нависает громадная жопа? Махнатая, да. Прямо сейчас. Такая многоходовочка. Да, да. А вот что интересно, 8 мая 1201 года Папа Римский, который изучал право, этот договор с Венецией утвердил, потому что без Папы Римского этот договор вообще не имел силы, потому что это именно он организовывал крестоносное предприятие. Вот как только мы видим подпись и конкретно Буллу, т.е. висловую печать Папы Римского под договором, мы понимаем, что Папа в это время точно знал, чем закончится крестовый поход. Просто не мог не знать, потому что Иннокентий III был умнейший человек с двумя высшими образованиями, который, мягко говоря, разбирался в политике, конкретно в крючкотворстве юридическом, и в международной обстановке на веренных ему территориях. Причём разбирался лучше всех. И не знать о тех, скажем так, аппетитах, которые вполне обоснованно испытывает Венеция, как в Адриатике, так и вообще целиком на Средиземном море, он тоже не мог. Как мобилизуется феодальная армия, он тоже отличный знал. Он, между прочим, граф сам был буквально недавно, у него были свои вассалы и так далее. Что 33 тысячи человек не приедет, он тоже не мог не знать, поэтому как только он подписался, то всё понятно, что уже про Палестину в это время думали в последнюю очередь. Нет, ну конечно, я не склонен предположить, что Папа имел в виду, что они вообще в Палестину не поедут. Но это тоже мешает завернуть куда-нибудь подороже. Если вот только что вспомним папские послания Алексею Третьему, то его булла под договором с Венецией – это просто ещё одна, как бы сейчас сказали, улика вполне конкретная. Потому что, как правильно говорят «кви продест», как говорили твои старшие учителя из известной конторы – если не понимаешь, в чём дело, ищи, где деньги. Да, значит, из-за денег. Ну и, конечно, венецианскому духовенству было направлено послание, что возлюбленные чады должен рик и народ венецианский решили оказать святой земле столь могущественную подмогу, чем Папа был, конечно, очень доволен. Да, правда, Папа тут же оговорился – он так всегда оговоривался, что «отправляясь в крестовое паломничество, рыцари Христовы не поднимут оружие против других христиан», ну потому что уже был объявлен Божий мир. Это была очень важная оговорка, если её нарушить, то это будет автоматическое отлучение от церкви, но как он эту свою оговорку соблюдал, мы в дальнейшем увидим. То есть, почва для смены маршрута была подготовлена уже от и до, как мы видим. И вот мы наблюдаем ещё, ко всему прочему, теперь то, что ещё и французы с германцами конкретно в этом мероприятии поучаствовали. Да, короли никуда не пошли, но то, что Бонифаций Монферратский встал во главе крестового предприятия, это говорит буквально обо всём. Потому, что Бонифаций Монферратский это был союзник Гогенштауфенов. Давний, верный союзник Гогенштауфенов, который был включён в их политику напрямую. И более того, он контролировал тосканскую марку. То есть, будущую Флорентийскую республику, а тосканская марка, напрямую примыкает к владениям Папы Римского. С одной стороны, и с другой стороны упирается во владение римского императора. То есть, чтобы подойти до Рима, нужно было владеть тосканской маркой. Ну, или просто поехать короноваться, или, если что, угрожать Папе. И вот этот человек оказывается во главе крестового предприятия. Значит, что однозначно совершенно тут была рука Филиппа Швабского. По-другому просто быть не может. Просто потому, что в войске была масса немцев. Была масса вассалов немцев, германского императора, так или иначе с ним связанного. И если такого человека возвели во главу угла во всём походе, это значит, что подкупом ли, дипломатическими или усилиями, но император просто провёл своего человека. Почему он его провёл, так мы видели это раньше, потому что у него при дворе прятался будущий Алексей IV, на сестре которого император был женат. Кстати говоря, чтобы мы тут не думали, что мы тут изобретаем какие-то конструкции, об этой связи писал византийский хронист Никита Ханиат из Византии, который из Византии видел вполне конкретную связь Германии и своей родной страны. То есть Исаак, второй ангел, слепой, сидит во Влахернском дворце, и у него режим, в силу того, что он был слепой, режим у него был очень вольный, он постоянно переписывался со Штауфинами. А там был его сын. То есть, со своей стороны Исаак, ангел – это была просто угроза Алексею III, живая угроза, которая сидит прямо у него в столице. И эта живая угроза переписывается со Штауфинским двором непрерывно. Убить его в это время Алексей III не мог, это было бы очень плохо воспринято местами. Потому что вот ослепление – да, это было зверство, но ослепление было достаточным основанием, чтобы признать человека уже достаточно наказанным. То есть, неважно, какие у вас там были разногласия между вашими императорскими притязаниями внутрисемейными, убивать нельзя, он помазанник Божий. То есть, убить можно, только если будет какой-то очень серьёзный повод. Поэтому приходилось терпеть вот такое поведение знатного пленника. И вот, значит, как мы говорили, 24 мая Тимош Шампанский помер, и Штауфина провели маркиза Бонифация Монферратского. Кроме того, старший брат Бонифация Монферратского, звали его всего лишь Гийом длинный меч, он был женат на Сибири сестре Иерусалимского короля Бадуэна IV, который как раз прокажённый был. Всё это богато представлено в идиотском фильме «Царствие небесное», мы об этом говорили как-то раз. Все желающие могут найти ролик про дурацкий фильм «Царствие небесное» посмотреть. То есть, по владениям супруги он считался просто в силу наличия приданного графом Яф и Аксалоном. То есть, у него, ко всему прочему, были очень хорошие связи с той стороны в Палестине. Ну а другой, Конрад Монферратский, другой брат Конрад Монферратский участвовал в третьем глистовом походе, и, собственно, он оборонял тир во время осада с Аладдином. В 1192 году его почти сделали королём Иерусалима, что тоже, кстати говоря, в фильме «Царствие небесное» как-то так очень скользь показано. Не так интересно, как это было по-настоящему. Но тут дело такое, что Конр, прошу прочего, не Бонифаций Монферратский. Он же возглавил не просто сторонников германского императора в приставовом походе, а там была масса итальянцев, там были немцы, но ведь основная масса-то рыцарства была из Франции. Ну просто в процентном отношении. Как французы-то потерпели сторонника германского императора во главе себя. А дело в том, что Филипп Швабский был долгое время прямым союзником другому Филиппу, Филиппу Второму Августу, чтобы тот помогал ему против вельфов. А тут дальше было все просто. Филипп Второй Август воюет против Ричарда Львиное Сердце во Франции, а Ричард Львиное Сердце напрямую поддерживает Атона Пятого Брауншвейского, потому что Атон Брауншвейский владел частью Львиенов, который ему выдал в обмен на поддержку Ричард Львиное Сердце. А значит естественным союзником Филиппа Швабского будет Филипп Второй Август Капетинг. Все просто. И вот когда на совете рыцарей барона в Суассоне обсуждались кандидатуры на пост вождя, вот прямо нам пишет автор деяний Иннокентия Третьего. То есть это биография Папы Римского Иннокентия Третьего. Сам Филипп Второй, не собираясь лично идти в поход, посоветовал избрать верховным предварителем Бонифация Бонферратского как человека старого, испытанного, очень опытного и в общем более-менее всех устраивающего. Кстати говоря, об этом же пишет итальянский хронист Сазамен из Пистой. И даже греки в Морейской хронике описывают нечто подобное. Не видимо, а тут можно сказать, что там 99%, что стратагема, которую мы описали, она в самом деле имела место. И, конечно, у Тибо Шампанского был помощник очень важный. Это же Фруадо Вилардоен, который владел от Шампанских графов частью Лена. А он был конкретно военачальником при Тибо Шампанском. И вот теперь его молодой чужерен помер, и он со стороны Шампани поддержал Бонифация Монферратского. Вот тот самый же Фруадо Вилардоен, который потом напишет завоевание Константинополя. У меня есть, но я не прочитал. Я, конечно, прочитал. Как я мог не прочитать? Очень интересно. Там так круто всё описано. Естественно, очень тенденциозно, потому что Шафруадо Вилардоен постоянно пытается обелить своих коллег по опасному предприятию и себя заодно. В силу того, что он находился в самом-самом-самом сердце, буквально на штабах всего крестового похода, у него на руках была масса документов, и он сам участвовал во множестве предприятий, которые он просто видел своими глазами, поэтому его источник в этом отношении бесценный. И именно поэтому, в силу того, что он очень подробный, крайне достоверный, историография там до начала XX века находилась буквально под гипнозом его произведения, которое было главным источником по истории 4-го крестового похода. Оттуда и родилась теория случайностей, потому что их сочинение Шафруа однозначно делается ясно, что мы не знаем, как мы попали в Константинополь. Так получилось. Вообще-то идея-то была идти в Египет, но почему-то мы оказались... Константинополь. К французскому королю прибыл некий пират Маргаритон, граф Мальтийский, который предложил французскому королю его на своих пиратских кораблях перевести, французское войско в Константинополь, захватить Константинополь и сделать французского короля византийским императором. Это вот прямо такая история была. Толково. Но, правда, Маргаритон помер, не успел это провернуть. Ну, а мы сразу со своей стороны вспомним, что вся эта история – это, скорее всего, апокриф, она вряд ли имела место быть по-настоящему и была, скорее всего, написана задним числом, потому что Маргаритон помер в 1195 году. Он просто не успел даже к объявлению 4-го крестового похода, но о замыслах французских. Это однозначно говорит, что французам тоже нужна была какая-то точка опоры с той стороны Средиземного моря для осуществления выгодной торговли, кто не помнит. Во Франции есть такой порт Марсель на Средиземном море, через который можно отлично торговать со всем Левантом, в том числе рабами. В Марселе, помимо Венеции, была ещё одна очень важная арабская ярмарка, которая функционировала до 17 века включительно, и в том числе там активно продавали славян. До 17 века. Да. То есть, мы видим, что к 1201 году помимо венецианцев, которые просто спали и видели как бы посчитаться с греками, помимо Папы Римского, который спал и видел, чтобы соединить наконец уже всю христианскую церковь только под своей властью и при этом подвести под некие зависимые отношения основных государей Европы одновременно. Вот мы видим, как включается в дело капитингская Франция и шталфенская часть Германии, у которых тоже вдруг оказалось, что посмотреть в Византии. Вот как-то так получилось. Где это Германия, тем более где Франция, а где Греция? Нет. Всем было до чего. Ну и, конечно, вот именно в этот момент разворачивается целая дипломатическая игра, которую организовал Папа Римский. Она, опять же, реконструируется во многом лишь предположительно, просто потому что, опять же, нигде прямым текстом ничего не сказано, нужно всегда смотреть на письменный источник и смотреть конкретные результаты данных слов, данных предложений, данных приказов или установлений и контекст, который имел место вокруг. Тогда да, с известной долей условности, конечно, реконструировать что-то можно. От Иннокентия III Бонифаций уехал к Филиппу 2 августа, а потом уехал в Германию и в конце декабря 1921 года встречался с Филиппом Швабским и только после этого прибыл в Рим как представитель уже не только Папа Римского, но и имея доверительные письма от германского и французского владетелей. Папа Римский в это время, как мы помним, был полностью послан византийской стороной, а конкретно Алексеем III, никаких уступок он со его стороны не получил. И если мы вот этот саммит в верхах между главой крестового похода Бонифацием Монферратским и Папы Римским и Иннокентием III с другой стороны представим, то, видимо, именно в этот момент был сформирован основной маршрут движения. Если мы почитаем, конечно, жизнь и описание деяния Иннокентия III, там про это вообще ничего не будет сказано, потому что, естественно, это крайне пафосное официозное писание, которое является полностью панигириком Папе Римскому, как он был замечательный. А вот мы видим, что Папа с должным пониманием встретил инициативы как венецианцев, так и, собственно, Штауфенов, которые мечтали вернуть Алексея IV византийцам в обмен на известные преференции. И вот тут-то Бонифаций Монферратский привозит просто ядерную бомбу, а конкретно Алексея IV, сына Исаака Ангела, привозит его к папскому двору. И вот после этого говорить о том, что у Папы были какие-то сомнения, куда они поедут, не было вообще, потому что Папа Римский прямым текстом обещает поддержку Алексею IV. Ну, как бы он его поддержал? Вот теперь-то уж как? Уже вот тогда, в 1201 году было понятно – никто в Египет не поплывёт. Совершенно точно. Все они поедут в Грецию. И тут, конечно, роль Папы Римского была колоссальная. Вот когда мы это сейчас говорим, нужно вспомнить, что документы, которые выходят из папской канцелярии, правда – они все выходили несколько позже – они однозначно отрицают вот всё, что сейчас сказал. Т.е. Папа не поддерживал вообще Алексея IV. Ну, конечно, ему было очень неприятно, что в Византии такие дела с императором произошли. Одного ослепили, другой вынужден был сбежать, но как так? Это нехорошо. Но никаких якобы он не выкатывал претензий в этом отношении Алексею III. Не собирался он, даже если выкатывал, поддерживать Алексея IV. Но почему-то так получается, что даже новгородская первая летопись… А новгородцы-то имели прямую связь с Византией по пути из Варяг в Греки, который, да, захерел, но ведь он никогда не прекращал работать. И новгородцы прямо были в Константинополе во время его разгромления даже, о чём повествует нам известная повесть новгородской первой летописи о разорении Цареграда фрягами. Так вот, даже в новгородской летописи прямо пишут, что Папа Римский дело Алексея IV поддержал. Об этом пишут греки – Никита Хенят и Григорий Акрополит. Но греки, ладно, не могут быть предвятыми новгородцам, там чего будет нет, непонятно совершенно. И даже вот Альбрик де Труа-Фонтен об этом же пишет, и венецианец Мартин де Каналли. То есть, источники, которые независимы, не заинтересованы в том, чтобы отбеливать Папу или отбеливать византийцев, неважно. Они прямо говорят, что Папа поддержал Алексея IV. И логика развития событий-то говорят, что да, поддержал. Ну и чтобы поставить такую точку в обсуждении всего этого, в 1203 году Филипп Гогенштауфон Швабский прямо пишет Папе Римскому, что царевич обязался... Алексей III. Алексей IV прошёл прощение, свергнутый, отвергнутый, принц прямо обязался перед Папой поставить православную церковь в зависимость от католической на условиях унии. То есть, как так это всё получается? Вот как-то вы отрицаете вот то, что вы вообще обо всём знали заранее? Такая богатая иллюстрация нашего любимого тезиса. На фотографии видны уши фотографа. Да. Ну и вот осень 1202 года. Начинают поступать крестоносцы постепенно на остров Лидо. И тут же выясняется, что венецианцы хотят немного крестоносцев помариновать. Чтобы они почувствовали невидимую руку рынка в известном месте у себя, что деваться им некуда. Им принялись поставлять еду и вообще фураж для коней, провиант на остров. С остров отсадеваться некуда. Только за деньги. Чтобы не расслаблялись, да? Да. Естественно, очень быстро деньги начали кончаться. И тут оказалось, что крестоносцы ещё едят в долг венецианцев. Правда, конечно, вожди – богатые люди. Они немедленно за заместь крестового похода срубали на остров Лидо гнездо разврата. А там началась, естественно, немедленно проституция, игра – в кости, пьянство, в общем, фестиваль. Всё нормально. На святое дело идём. На святое дело, но святое дело. А чего венецианцы ждали? Они ждали, когда им по контракту заплатят. 85 тысяч марок, вынь да положь. Но к лету 1202 года им выплатили только 51 тысячу марок. Даже после того, как люди богатые по-настоящему, уже сами сверх абонемента раскошелились, но всё равно сумели наскрести 51 тысячу марок. Как Нордуэн пишет, вы могли бы увидеть тогда, сколько было снесено во дворец до же золотых и серебряных сосудов, чтобы произвести уплату. И когда они уплатили, всё же 34 тысячи марок не достало, да, обусловленных денег. А это деньги ж просто чудовищные. То есть, с одной стороны, да, заплатили уже много, но ведь не всё. Извините, контракт – вот оно. Кто подписывался? Ты подписывался. Чем ты думал? Мы тебе флот… Очень красиво получилось. Мы тебе флот подготовили. Вы думаете, подготовить корабль-то бесплатно? Ну, давайте простой оплачивайте теперь. Кстати, уже срок-то уплаты прошёл. Всё. Вы уже из контракта выбились. То есть, дальше пойдут проценты. И вполне естественно. Потому, что неустойка-то есть. Извольте их платить. Опять же, вы думаете, корабль в порту стоит под парусами с водой, просморенными канатами, экипажем, что бесплатно экипаж жрёт. Мы вас ждём, а денег нет. Ну, как так? Что будем делать? Дандола прямо написал, лично прибыль в лагерь «Листоносцев». Коль скоро не заплатите долго, то знайте, что вы не двинетесь с этого острова до того мгновения, пока мы не получим своё. Более того, вы не найдёте более никого, кто бы стал приносить вам питьё и еду. Молодец. Есть, по-моему, даже у Дюрера или Дюрера. Дюрера. У него там где он с балкона обращается. У него вообще целая серия гравюр, посвящённая 4-му крестовому походу, очень классная. И тут прибывает, наконец, начальник крестового мероприятия, именно Бонифацио Монферадский, который приезжает к Дужу Дандола и просто сказал, что всё, мы расплатимся, но нужно больше времени, требую отсрочки. И тут венецианцы начинают проявлять внезапно благородство. Вот они помариновали там всё это войско. Все всё поняли. Вот. И тут начали проявлять благородство, что как же так, мы не поможем таким прекрасным людям, которые на святое дело идут. Христианам. Вообще мы христиане-католики, они христиане-католики, они вообще за нас идут, святую землю твою надо помочь. Я считаю, надо помочь, конечно. У них, правда, денег нет. Ну, что ж теперь? Это решаемо. Это можно вполне решить. Вот как говорил Дандола, коли мы отпустим этих людей у Тива Свояси, то завсегда прославём длинными обманщиками, как там написал его слова Роберто Клари. А так вот вы не прославёте длинными обманщиками. Всё очень красиво. То есть, если у вас нет денег, так нужно отработать. Да. Зря что-либо все тут собрались в такой чудесной компании. А как отработать? Ну, и тут Филор Дуэн нам сформулировал. Предложим им, т.е. крестоносцам, чтобы они помогли нам завоевать его, т.е. город Задар. И мы предоставим отсрочку для уплаты 34 тысяч марок, которые они нам должны, до тех пор, пока Бог не позволит нам заработать их вместе. Нам и им. Т.е. подразумевается, что всех будут при деньгах. Да. Крестоносцев подписали ехать на войну против Задара. А если мы обратимся, вот уже, наверное, на час от нашей беседы, мы же вспомним, что какие страны объехал легата Папа Римского, поднимая людей на крестовый поход – это Англия, Франция, Священная Римская империя, ну естественно, Северная Италия – это можно даже специально не оговаривать, и Венгрия, где король Имре тоже, так сказать, единственный король, который вообще от лица государства обещал поучаствовать в крестовом походе и принял обед крестовый. А Задар – это венгерский город, католический город. Откуда такая нелюбовь? Зачем мы вам брать? Ну, потому что, во-первых, это важнейшая торговая фактория на Адриатическом побережье с другой страны Италии, на Долматском побережье. Хорватии таким образом получается, да, у нас сейчас современная Хорватия? Да. И этот город принадлежал долгое время венецианцам, но там местное население всё – местные хорваты, которым эксплуатация венецианская была хуже острого ножа, потому что они отлично понимали, что торговать в этой прекрасной бухте они могут сами, без венецианцев, они их регулярно туда выкидывали, а венецианцы приезжали, устраивали там Холокост, и так происходило до тех пор, пока снова не начиналось местное восстание. Ну, и тогда Задар перешёл под руку венгерского короля, принёс присягу и вроде бы даже из юрисдикции Венеции навсегда ушёл, но это ничего не значило, потому что вот, значит, есть Венецианская республика, а вот ровно наискосок напротив, чуть южнее, находится Задар. Для того, чтобы контролировать адриатическую торговлю, нужно было контролировать обе стороны моря, т.е. нужна была эта крепость, нужна была эта бухта, удобнейший порт, Задар. И поэтому предложили просто отобрать Задар не просто у католиков, а у крестоносцев таких же. Толково придумано. Причём, заметьте, это не выплату долго, а за отсрочку всего лишь, потому что ещё проценты есть, между прочим. А вот дальше договор несколько пересмотрели, потому что венецианцы по договору 1201 года требовали от всей военной добычи половину, всего лишь. А вот теперь это должно было быть некоторым образом пересмотрено, т.е. вот вы сейчас отрабатываете неустойку, взяв Задар, потом, куда бы вы ни приехали, вы нам должны предоставить недостающие 34 тысячи марок плюс проценты, или уже не половину, а три четверти военной добычи. Неплохо. Все умные, слушай. Бальзам на сердце просто слушать такое. Т.е. попали по полной вообще. И главное, опять же, куда ты денешься с острова? В это время Вилардуэн страшно сокрушается в своём завоевании Константинополя. Это, кстати говоря, очень яркий момент вообще в понимании рыцарского этоса и этоса высших феодалов своего времени. Он всех, кто не приехал на остров Лидо, всех сеньоров, просто проклинает, обвиняет в нарушении рыцарского слова, рыцарской клятвы и считает их предателями, хотя вот эти-то люди, они приехали куда собирались? В Палестину. Но Вилардуэн и Средиси этот, потому что они вот из-за них, потому что они все вместе не собрались, а значит денег не привезли, попали в такое нехорошее. Ну непонятное. Попали как раз в очень непонятное. Крестоносцы сели на корабли, там 200 с лишним кораблей перевозили, собственно, крестоносное воинство, их подпирали 50 боевых галер венецианцев, которые должны были обеспечивать именно фактор силового присутствия на море, если случится вдруг морское сражение, потому что там же не только галеры везли крестоносцев, там были просто грузовые корабли, не предназначенные к морскому бою, т.е. их прикрывали венецианцы. Плюс, конечно, когда мы считаем, что вот где-то 11 600 человек было крестоносцев, ну я думаю, что на 50 галерах 1003 морской пехоты у венецианцев точно было. Да, сразу оговоримся, прежде чем приступим к продолжению нашей беседы, что на острове Редо, естественно, были эпидемии, т.е. часть перемёрла, и оттуда было массовое дезертирство – все, кто вообще мог нанять лодку и уплыть. Т.е. когда войско стартовало к Задару, там не было 11 600 человек, там было заметно меньше, т.е. сколько, мы, конечно, точно не знаем, но я думаю, что всех вместе к 10 тысячам приближалось. И, конечно, сразу же оговоримся. Вот мы когда читаем про 9 тысяч пехоты, 4,5 тысячи рыцарей. Вот рыцари – вообще, конечно, это неправильный перевод, это не рыцари, имеется в виду, а всадники, потому что их там называют словом не шевалье, т.е. именно рыцарь, а называют их словом всадник или воин, милес по латыни. А воин, да, воином считался только кавалерист, но он же не обязательно рыцарь, это мог быть сервант конный, он же сержант. От пехота, несколько тысяч пехоты – это далеко не всё комбатанты, далеко. Это всё считалось вместе с обслугой, потому что, ну сами подумайте, какая была разница венецианцам – это у тебя военный едет на корабле, занимая место. Или у тебя Паш, который он комбатант, но он точно также занимает место, видно, какая разница. Они голову считали, а не военную силу. Может, они вообще все в туристический поход поедут, какая им разница. Плевать, да. За деньги перевезём кого угодно, куда угодно. Поэтому это не военная сила, это не комбатант, это общее число людей, которые отправились в поход. Естественно, там за каждым рыцарем один паш. То есть, если там... Конечно, не было 4,5 тысячи рыцарей. Роберто Клари, известно поголодавший на острове Веридо и находясь в очень пессимистическом состоянии духа, вообще говорит, что там рыцарей-то было не больше тысячи. Естественно, их было всё-таки больше. За каждым шёл один паш, по-другому быть не могло, потому что рыцарю нужно ухаживать за конями, рыцарю нужно одевать доспехи, нужно его из доспехов вынимать, чистить ему оружие, потому что он сам со всеми этими обязанностями не справится. Я имею в виду, сам рыцарь. За ним один слуга, поэтому вся эта пехота, вот половина этой пехоты – это нон-кабатанты. То есть, именно военная сила, ну, там, из 10 тысяч человек, которая выдвинулась в Далмацию – это 7-7,5 тысяч человек, не больше – это военная сила. Плюс, да, не забудем, ещё до трёх тысяч венецианцев, которые там были, т.е. около 10 тысяч человек, двинулась именно военная сила в крестовый поход. Это лучший поход. Да. С нетерпением ждём продолжения. А на сегодня всё. Также я размещаю в своих группах видео военно-исторической направленности. В своих работах я подробно разбираю экипировку, комплектование, тактику боя, армию различных эпох. Вы сможете ознакомиться с армиями Троянской и Северной войны – хетов, греков, македонцев, евреев, Рима и Карфагена. А также я делаю обзоры на книги и показываю свою коллекцию военно-исторических миниатюр. Присоединяйтесь!